всем доброе при доброе утро вот у меня неделю назад еще пришло извините извещение что надо посылочку забрать в общем я знаю там какая-то фигня для мужа заказывала поэтому я не рвусь ее забрать ну блин уже неделя прошла надо по-любому сейчас заехать на почту и забрать поэтому я сейчас чарли здесь прогуляюсь недалеко от нас вот тут по верху да сегодня по моему ветер какой-то был ночью вообще ужасный прям ураган был вообще все колыхалось все звучало сейчас вроде бы поменьше сейчас посмотрю и поэтому я здесь скажу тоже интересно видите не спускается на дому говорить там и титу машина здесь только за поводком надо сходить заводка нету и все и пойдем прогуляемся смотрите у нас да и на небе тучи от тучи от тучи от тучи как я бы привязываю потому что там очень много туристов иногда бывает судя по ходу никого нет уже меня любитель погавкать бенкет из вальту и его и машины ездят естественно побежал побежал здесь конечно не такая же лафа как как на пляже но все таки потому что на сегодня продают вроде бы как дождь и мы не знаем пойдем ли вечером гулять или нет а сидеть тоже 20 целый день дома ему не никому ильфу скучно это я могу сериалы смотреть а он то нет замок у нас тут старинный вообще вот тут красиво красиво называется это пасео дэла флорес пасео это как прогулочная площадка что ли цветочная и цветов правда я здесь не видишь говорят раньше вот был хранитель что ли этого замка как его еще по-другому назвать и он здесь даже сажал очень много цветов здесь было красиво сейчас естественно за этим всем надо ухаживать все равно неплохо сегодня здесь вообще никого нет ни одной души там вот только убираются о прям солнце такое ой прям в нос из как тихнул тихо ну но море видите двухцветное это значит будет шторм когда вот такой вот убираю у берега светло светло а там темная будет шторм волны же и так поднимаются но здесь вот видеть да ветер на пляже смотреть а здесь так как за горой нету ветра хорошо птички по это это вот тут убираются видите как красиво убрать убрались мандыкнуться можно только так это так давно тут не было все поспилили как ли вижу там у нас святая к ней ходят молиться здесь местные бабушки ладно поедем мы сейчас домой кушать мой нут с треской мой вкусный наверное блин я вчера даже но попробовала только нут сварился он мягкий или не мягкий а так наверное вкусный пахло вообще изумительно разогрелась тебе такой нут едят вот так его с яйцом с яйцом всем приятного аппетита на пляж сейчас поеду и в элькампу за еду за фруктами осталось чарли позвать чарли он у нас загорает мама мама позагорал мальчик улыбка фруктами фруктами фруктов нет вообще в общем лежала я лежала мне захотелось яблочко а яблочко у меня есть только для компотика оно такое мягкое знаете мне не нравится я говорю поеду я в алькампу съезжу пока мы просто там выбор бай побольше чем в меркадоне или в других магазинах он все-таки магазин побольше поэтому как бы поеду туда идет а я иду шагаю по москве посередине по барабану есть и думаю по пути свежу на на пляж тогда с чарли погуляю в парк идти нечет не охота там как-то неинтересно одно и то же но доедает что-то у нас тут 7 числа машины нет а я тут с вами болтаю 7 числа нельзя будет парковаться может быть дорогу будут ремонтировать в общем вот такие дела сейчас может покажу что там интересного валькам фото и молоко надо купить молоко молоко еще есть но раз уж еду в принципе то дома все есть хлеб еще нужно готовить посмотрите уже не спира продается лишь мало как она там называется 3 евро вот такая вот баклашечка будем ждать когда бы дешевлеет сливы дуб дубом сливы у нас 259 а вообще вот 33 53 50 а 259 вот это баклашечка наверное виноградик разный я вот взяла там два вида клубники посмотрим как одна подороже другая подешевле яблоки надо взвесить а то я знаете один раз ушла и не взвесила ничего ну как ушла дошла до до кассы ой бегом бегом потом менять может ананасик взять ананас у нас стоит 87 копеек килограмм ну-ка какой тут вкусный то вкусный но немного зеленый зеленый знаете когда столько выбор большой тоже теряешься этот может быть как же это вот так вот и стоишь все пока все не перелопатишь не выберешь естественно мне нравятся которые подальше еще пыль какая-то на них вот эти а вот смотрите сколько тут еще вообще можно вообще потеряться бананы мачо это для жарки наверное да никогда не пробовала жареный банан юка юку пробовали я никогда не пробовал и как-то у меня не 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 лежит к нему дел господи а смотрите тростниковый сахар полкило не ну чё только не продают тростниковый сахара обалдеть а тут вот всякие экзотические фрукты вот это сейчас прям на пике мода дракончик мне не понравился невкусный какой-то может быть не спелый был не знаю блин буду выбирать часть ананас предстоит мне нелегкий выбор манго какое-то невкусное но не отсюда но привозное а но он откуда не не знаю откуда но не образе ли бразилии черемой это все еще продается посмотрите 3 евро килограмм отсюда представляете видите от где я работаю а вот маленький маленький прошлом году ела грамм столько всякого малинасть в этом году что-то не не хочется черника разная голубика красная смородина в общем тут только нету яблоки груши может взять такие эти вроде вкусные оба 39 вот эти я в прошлый раз брала такую баклажечку или вот эти не знаю я как-то знаете не особо люблю умею выбирать груш они постоянно попадаются невкусными где моя тележка вообще почему так не знаю буду выбирать ананас наверное знаете в комментариях вычитала такой вопрос откуда у нас чеснок и никогда не задавался этим вопросом но мне стало интересно вот например валенсия чеснок костей алла манча испания все это испания так это у нас орехи на испании это тоже откуда-то испания в общем аль валенсия опять я думаю что в основном из валенсии смотрите какая косичка классная да тоже валенсия так понимаю да валенсия так что все вопрос исчерпан чеснок у нас с валенсии но мне кажется в основном продукты здесь все здесь местные потому что здесь все растет вот например лук откуда он тоже никогда этим не сдавался орехи на испании женщина все упал в общем все это наше так классно на пляже везде кукушки кукует вы знаете вы наверное заметили что я уже по полям не хожу ну как раньше ходила потому что много очень этих клещей все таки вот здесь в городской зоне обрабатывают землю от всяких клещей всяких ненужных насекомых и вот парки набережная сда я видела много раз обрабатывают и нет клещей а вот в парк мы сходили и он сразу на нем на шерсти было клещи и мне родственницы тоже них собаки у них дача в этом ну там в горах и говорят очень много клещей в этом году и поэтому я как бы не хочу привести чарли они не присасываются потому что у него нашел подружку ошейник но он может домой притащить поэтому зачем мне нужны эти клещи дома правильно хотя я его осматриваю но все равно как-то я всех этих млекопитающихся не очень не то что боюсь но как-то они своей жизнью пускай живут а я буду своей жизнью жить как господин я детей они ко мне там ребятишки я даже поводок чарли не одела надеюсь что сейчас будет место где про парк припарковать машинку а иначе будет тяжело вот встретился встретился с какой-то собачкой нас и родственники продают одно одного щеночка юрсая блин вот сейчас они его начнут гладить но 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 то как и кино из фиабли ведь вот я видите чего боюсь не того что там он что-то на кого-то накинется или что-то а то что дети все руки тянут а чарли не нравится когда его гладят знакомые люди он может прихватить скажем так ручку вашу а вообще нужно детей обучать я так думаю что чужих собак трогать нужно только с разрешения знаете мне один был случай мы когда есть я вам рассказываю же мы ездили там на одну речку и вот один ребенок тоже побежал к моему чарли и хотела угла погладить ну и чарли мой естественно не выручен ну так вот как говорится хотела вот и бакнуть и отец его знаете что сделал отругал мальчика потому что он я тебе постоянно говорю спроси сначала хозяина можно погладить или нельзя вот и потому что ну мало ли какие собаки есть правильно причем маленькие собаки не всегда злее чем большие поэтому детей нужно учить как обращаться с животными даже с кошками те же кошки могут так так и царапнуть в глаза что потом куда бежать кто будет виноват хозяин да что типа не смотрел что собаку надо на привязи ну хозяина да штрафуют или еще что то ну а ребенок тоже пострадает это может быть травма на всю жизнь боязнь животных и все такое в общем надо детей учить учи учиться учиться и учиться как завещал великий дедушка по хрюкаем немножко представлять уже через несколько недель уже здесь не погуляешь так спокойно будет страстная неделя буквально на следующей неделе уже через неделю и вот народу тут наверное дофига приедет какая погода будет мы все знаете планируем пасху и вот смотрим как говорится в небо будет дождь не будет дождь куда ехать куда податься хочется на природу посмотрим на погоду вот мои покупочки мясо сейчас буду вам рецепт готовить огурцы с мясом я взяла карбонат видите не очень жирный и тонненько нарезанный яблоки вот такие наверное вкусные клубника видите она даже вот это вот потемнее и помельче а это покрупнее и какая-то розовая вот это стоит на где-то на 50 копеек дороже но пахнет необыкновенно в принципе пахнет и та и другая откуда она это уэльва но сейчас вся клубника идет почти из ольва а это тоже ольва она почти вся идет оттуда ананасик бананы канарские молоко и вот такой сок взяла гранат яблоко и красная смородина без сахара без без красителей без консервантов в общем без всего только сок дорогущий собак ну ладно не так пить охота было а воду как-то я не люблю пить воду я уже говорил 150 раз вот и взяла сачку а сок обычный брат дешевый который там один сахар и как-то смузи хотела взять там вот такая баночка смузи стоит как вот этот вот целая бутылка сока но все-таки пить хочу это наверное от вот это вот супа который ела там все таки рыба все-таки воду надо пить соком то хорошо хорошо мы потом и жога будет сейчас немного полежим и рецептик вам забацаю из огурцов и мясо по-корейски очень вкусно всем советую буду готовить сейчас огурцы с мясом для этого нам понадобится огурцов у меня вот два здесь грамм 300 наверное огурцов 2 зубчика чеснока один побольше другой поменьше 1 луковица мясо вот смотрите если 300 грамм огурцов 100 грамм 200 мяса вот так чуть меньше мяса нам понадобится соевый соус уксус у меня вот такой рисовый но можно обычный щепотка соли сахара щепотка кориандр у меня не мод не молотый но я его в толкушке так потолку пым 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 и масло для жарки в принципе все ай какой все перец нужен у меня болгарский вообще нужен сладкий как сладкий у меня такой зеленый а нужно такой вот ну чем он больше мясистый тем 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 лучше короче перец болгарский вот конечно вам желательно побольше но сейчас порой сможет быть найду вот и сейчас при сейчас знаете что первое сделаем это почищу огурцы посолю и оставлю их на полчаса чтобы они дали сок сок нам не нужен мы их оставим на полчаса и сок этот выльем огурцы у меня уже полежали смотрите там видите сок ну видно по-моему да мы его сливаем весь в огурцы добавила чеснок кориандр молотый но молотые его это и вот как он называется все сама здесь а ну в общем вот такие зернышки вы поняли да надеюсь вы поняли еще можно добавить соус чили кто любит острый я не люблю острый поэтому не буду острый также я нарезала мясо вот такими полосочками вообще должно быть все полосочками вот перец тоже нарезала лук и чеснок приготовила сейчас буду обжаривать мясо на оливковом масле на сильном сильном огне повышаем температуру на сковороде у меня максимум 9 поэтому буду обжаривать на девяточки если у вас газ ну в китае и в корее наверное все это одно и то же в азиатских странах бог это же делают на быстром огне все это чтобы 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 готовилась быстро так что будем готовить мясо жарить когда из нее выйдет весь сок оно как бы не сильно жарится дождь и добавляем потом лук и лук с луком цвета обжариваем до того ну чтобы лук побелел скажем так и золотистая начала побелел стал мягким это быстро добавляем и ждем когда лук побелее прозрачным станет скорее всего даже теперь добавляем сюда чеснок в общем чеснок перец две столовые ложки соевого соуса и две столовые ложки уксуса все это быстро перемешиваем и добавляем к огурцам и 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 Запах стоит божественный Оставляем на 5 минут Через 5 минут Все это нужно помешать Перемешать огурцы вместе с мясом А пока оставим на 5 минут вот так Я уже перемешала Закрываю пленкой И оставляю остывать Когда остынет Уже можно есть, но это уже вкусно Пахнет необыкновенно Всем приятного аппетита А я пошла ужинать Мой ужин Ну конечно я все ее не съем Но половина точно Мята моя вся уже от своего собственного веса В общем падает Смотрите упала вся мята моя Весит уже много и вся валится Может быть ее как-то Разделить что ли Не знаю И тут у меня смотрите цветочек Скоро зацветет Видите красота какая Чайки высоко летают Ой ну там тучи таки красиво уже Как пахнут руки вкусно Мятой Ну прям уже прохладненько Вообще На пляже было тепло Буду с вами прощаться я Потому что время-то уже 9 Знаете Я пойду сейчас купаться Принимать всякие воздушные ванны Я вот знаете что думаю А кажется Если птичку купила бы Я бы ее вот сюда прилепила Чтобы она мне пела Классно было бы правда Но от нее грязи столько Может быть и куплю Фиг его знает Но это мысли вслух Буду с вами прощаться до завтра Посмотрим на завтрашнюю погоду У меня уже завтра суток Клиентка есть Там всего до всего будет дело Даже не знаю кто Новая какая-то позвонила Так что встретимся завтра Всего вам наилучшего Всего вам самого хорошего Скоро уже выходные Всем пока-пока и до завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok